Большинство, абсолютное большинство тех, кто голосовал за конституцию, а может быть и против нее, они не имели представления о том, за что они голосуют. После того, как конституция была принята, я тогда работал в прокуратуре, я опросил несколько десятков моих коллег, три где-то четыре десятка, я нашел только одного, который сказал, я шел голосовать, зная содержание конституции. Это юристы, никто из них конституцию не читал, слышали о ней, слышали во всяких обсуждениях, анализах, дискуссиях, но никто не читал. Более того, должен обратить внимание, что те, кто читал, они в итоге голосовали тоже не за то, потому что текст конституции, который вышел после голосования, и текст, который публиковался накануне голосования, он разнится и существенно разнится. Представьте себе, например, такую вещь, статья 129 Конституции, которая говорит о прокурорском надзоре, это что называется родная мне статья. Когда я прочитал текст законопроекта, тот, который был опубликован, который обсуждался и за который народ голосовал, якобы прочитал, то увидел, что в этом тексте практически ничего нет про прокуратуру. Тогдашний генеральный прокурор Казанник накануне голосования, за день до голосования, пошел к президенту и объявил, что если в таком виде Конституции будет принято, в которой ничего о прокуратуре нет, то он просто-напросто сложит в себя полномочия, он оставит этот пост. Президент срочно в какой-то команде поручил что-то подправить, сделать, и менее чем за день до голосования появилась статья 129, которая была посвящена прокуратуре. И еще многие вещи, многие вещи, к удивлению авторов, которые писали, многие вещи появились, что называется, непонятно как, непонятно откуда, непонятно кто их автор. Конституция, это вообще значительное ее счастье писалось не в России, не здесь, она писалась за рубежом. Об этом говорили высшие лица государства после голосования, что она прошла экспертизу в Соединенных Штатах, и что американцы, американские советники принимали участие в ее разработке. Далее я хотел бы обратить внимание на то, что у нас в нашей юридической литературе, в политической литературе называется фиктивность Конституции. Этот термин широко употребляется, его, насколько мне известно, ввела в практику известный юрист, доктор юридических наук, профессор Лукьянова Елена Анатольевна, хочу ее процитировать. Что такое фиктивность? Это формальный правовой документ, не отражающий действительность. Но и в самом деле Конституция, то, что в ней провозглашено, в значительной мере не отражает существующую действительность. Прежде всего, это самое главное о принадлежности власти народу. Вот как власть принадлежит народу? Она принадлежит, единственное, как может проявить себя народ, это пойти и на выборы проголосовать. Но выборы, как мы знаем, могут подтасовать, к выборам народ могут подготовить, народ могут обмануть обещаниями. И еще одна вещь народу власти прописана в Конституции, это референдум. Так вот, с момента принятия Конституции у нас не было в стране ни одного референдума. Представьте себе, сколько лет прошло, а ведь в некоторых европейских странах референдумы проводятся по 10-12 раз в году. На всякий, что называется, чиху. У нас же принципиальными вопросами не проводят референдумы. Несколько лет назад Московская партийная организация пыталась инициировать проведение референдума в Москве. Пытались инициировать мы проведение референдума и общегосударственного, и в Москве. Но ничего из этого не получилось. Верховный суд России поддержал. Верховный суд России вынес решение, которое говорят о том, что вправе этот референдум провести. И все для этого есть необходимое. Но, тем не менее, московские власти сумели зарубить. Это решение сумели проигнорировать. И вот такая штука, как референдум, у нас в стране ни разу не проведена. Далее говоря о фиктивности Конституции, я хотел бы обратить внимание на то, что провозглашенные блага оказались благом для небольшой кучки людей. И Конституция позволила включить механизмы распределения государственной собственности таким образом, что завладели лица, которые в результате всякого рода административных ресурсов, используя власть, и в результате нечестной конкуренции. Вот что позволила Конституции сделать. Вот за счет чего был образован рынок, за счет чего богатые оказались еще богаче, бедные еще беднее, вот за счет чего образовалась такая пропасть между бедняками и богачами. Говоря о фиктивности, я хотел бы обратить внимание, что Конституция провозгласила хороший принцип, принцип разделения властей. То есть речь идет о том, что судебная власть, исполнительная власть и законодательная власть, они разделены. Они разделены, и они контролируют вместе с тем друг друга, в результате чего создается противовесы. А на самом деле получилась такая история, что судебная власть, она подчинена исполнительной власти, потому что судьи назначаются президенту, который тяготет к исполнительной власти. Но это формально назначает президент, а на самом деле судя подбирает исполнительную власть. Внизу, на местах подбирает исполнительную власть и решает, кого включить туда. Парламент по существу подмят исполнительной властью, правительством и аппаратом президента. Собственно говоря, президент в своем послании последнему не скрывал это, что большинство парламента, что Единая Россия, которая является главной силой в парламенте, оно, так сказать, сотрудничает с правительством. То есть это один орган, совершенно один орган. И мы знаем, как идет законотворческий процесс. Практически ни одного законопроекта правительства не было отклонено парламентом. Они все прошли. Более того, вы не найдете фактически ни одного депутата от фракции Единая Россия, который проголосовал бы против правительственного законопроекта. А что в правительстве все так безупречно? Да сколько там халтуры, извините меня, в этих законопроектах, сколько элементарных юридических ошибок, неувязок, да и просто вещей, которые не противоречат интересам народа. Тем не менее, ни один депутат Единой России не проголосовал против. Вот вам сращивание Единой России и большинство парламента с правительством. Применительно опять-таки к разделению власти. Отсутствие элементарного парламентского контроля за исполнительной властью. Прописана в законодательстве у нас такая форма парламентского контроля, как парламентское расследование. Так вот, за эти 10 лет не было проведено ни одного парламентского расследования. То есть парламентские расследования предполагают проверить, чем же заняты министры и правительства в тех или иных случаях. Фракция КПРФ трижды ставила вопрос о проведении парламентского расследования в отношении министра обороны Сердюкова. В первом нашем заходе мы на заседание парламента не добрали всего несколько голосов. Даже некоторые члены Единой России проголосовали в нашу поддержку. Тем не менее, большинство было против этого. Парламентское расследование не проведено. Законопроекты оппозиции, они могут лежать годами в наших комитетах, в нашем парламенте. Без рассмотрения принять их нельзя. Они неудобны олигархам, правящему большинству. Они неудобны крупным собственникам. Но отклонить их нельзя, потому что это будет позор для правящего большинства. Поэтому они лежат годами без движения. В частности, за подписью Геннадия Андреевича Зюганова и других руководителей фракции подготовленные лежат мною законопроекты. Это о реализации статьи 20 Конвенции о борьбе с коррупцией. Или законопроект о расширении полномочий прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводства, который позволял бы пресечь следственный беспредел и который творится у нас в стране во всех подразделениях следственных. Право на жилье, право на образование, здравоохранение и другие права. Они фактически сплошь и рядом нарушаются. То, что прописано в статье 7 Конституции. Повторяю, разница между богатыми и бедами невероятная. Третья серьезная проблема – это проблема нерушимости Конституции. То, с чего мы тут пытались начать наш разговор. Вот в статьях 134-136 прописан порядок изменения Конституции. Да, и здесь сказано, что основополагающие положения Конституции – это основа нашего строя и права и свободы человека, первая и вторая главы. Они могут быть изменены вообще в очень сложном порядке. Будет должно быть поддержано тремя пятыми голосов от общего числа от членов Совета Федерации Депутатов Государственной Думы. В соответствии с федеральным конституционным законом созываются при этом конституционные собрания для того, чтобы внести изменения. Понимаете, это надо избрать в конституционное собрание людей. Это громадное количество людей, по-видимому, несколько тысяч должно быть, типа учредительного собрания. И они должны принимать Конституцию. И далее еще порядок непростой, а весьма-весьма сложный. Конечно, Конституция должна быть стабильным законом, это очевидно. Но в условиях стабильного государства. У нас же, власти говорят, идут реформы. В условиях реформ Конституция, основной закон, должен быть легко изменен. Он должен постоянно подстраиваться под ситуацию, должен соответствовать общественным отношениям существующим. Ну и четвертое, последнее, это юридические проблемы Конституции. Большинство ученых обращают внимание на то, что вот две основные проблемы серьезные. Это пробеленность, пробелы какие-то, и внутренняя противоречивость Конституции. Вот часть 2-92 статьи Конституции. Там записано, что президент России прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочиям. Здесь отсутствует порядок прекращения указанных полномочий. Ситуация, в которой никто не имеет права объявить о стойкой неспособности, может просто-напросто перерасти в Конституционный кризис. А такое ведь на практике может случиться. Далее. В части 3 статьи 135 записано, что Конституционные собрания, это вот, которые изменяют Конституцию, либо подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции, который принимается Конституционным собранием или выносится на всенародные голосования. А кто же решает, собрание будет принимать или всенародные голосования, непонятно кто. Поэтому это тоже грозит Конституционным кризисом. Написано в статье 5, что Российская Федерация состоит из разноправных субъектов. И этому противоречит та же статья 5, статья 66, тоже Конституция, где сказано, что статус любого субъекта может быть изменен по его взаимному согласию с Российской Федерацией. То есть равные, а среди равных есть самые равные субъекты. Далее. Статья 8, часть 1, записано, что в России гарантируется свободное перемещение товаров, услуг. Противоречит этому статья 74, в которой записано, что в соответствии с федеральным законом могут вводиться ограничения перемещения товаров и услуг. Вот когда мы оспаривали закон по Платону, нормативный акт по Платону в Конституционном суде, когда я оспаривал, мы ссылались на статью Конституции, говорили, что свободное перемещение товаров ограничивается тем самым по России. А мне сказали, что нет, есть другая статья, которая допускает эти ограничения. Вот и все. Какая статья угодно, ту и используем. Статья 10, записано. Государственная власть Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную, судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельно. А в части 2 статьи 95 написано, что в Совет Федерации входят представители исполнительных органов власти. Вот вам и вся песня. Значит, все-таки зависимы друг от друга. Ну и еще я хотел бы обратить внимание на одну вещь, говоря о внутренних противоречиях, что с одной стороны провозглашается очень важный и нужный принцип суверенитет народа и государства нашего, а с другой стороны говорится о приоритете международного права над нашими правовыми нормами. Хотел бы завершить мое выступление. Вот цитаты из одной работы Елены Лукьяновны, на которую я ссылаюсь. Вот Елена Анатольевна говорит, что «Пока не будут цивилизованно решены все основные проблемы Конституции, нам придется постоянно работать на чудовищно перепаханном, кривом, косом и ухайбистом поле российского конституционного законодательства». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова